Хей, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова, меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео у нас будет последняя, четвертая часть моего ежегодного расхламления. В общем, в сегодняшнем видео мы пройдемся по моей коллекции косметики, которую я знаю не маленькая, но, в общем, нужно иметь в виду, что я покупаю в основном тени именно для обзоров, поэтому коллекция пополняется постоянно. И так как я также покупаю в основном бренды больше как люксовые, да, поэтому у меня, наверное, в коллекции больше именно люксовых брендов. И, знаете, именно от люксовых, неважно, теней, румян, хайлайтеров гораздо сложнее бывает избавиться, поэтому я не могу сказать, что это прям, знаете, вот 100% тотальное расхламление будет сегодня. Нет, потому что мне дорогие мои люксовые палетки Наташи Диноны и Pat McGrath, я обожаю его качество и сами бренды. Я надеюсь, что это видео вас не расстроит тем, что если я вдруг не избавлюсь от такого большого количества теней, вот. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится и надеюсь, что оно вас также, может быть, как-то вдохновит, может быть, расхламить ваши тени. Хотя я знаю, тени избавляются, это самое сложное. В общем, да, ребят, давайте посмотрим на мою коллекцию и посмотрим, насколько у меня организовано место, где я храню свои тени. Точно знаю, что этому последнему ящику нужен небольшой мейк-овер, потому что там просто все друг на друге лежит вот так вот, поэтому давайте посмотрим. Вот так выглядит мой ящик, где я храню тени. Тут небольшой бардак, потому что не хватает места просто, чтобы поставить все тени параллельно, чтобы они все красивенько стояли, поэтому я кладу их наверх. Я думаю, что это будет хорошей идеей просто выложить все палетки теней из этого ящика и начинать уже смотреть на них и пересчитывать. Это то, что я хочу сделать самое главное. И вот таким образом выглядят все мои тени, которые я достала из ящика своего икеевского. Кстати, ребят, дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях, вам нравится больше, когда я снимаю, как в прошлом видео, когда я сижу, и все, что вы видите, это косметика и белый фон. Или же вам нравится также, когда я показываю, в общем, всю косметику, и она лежит на ковре. Как бы, кому что нравится, мне очень будет интересно узнать ваши отзывы о том, где снимать. И начать я, наверное, хочу с достаточно новой палетки от Urban Decay. Честно, не могу сказать, что это моя самая любимая палетка. Мне, наверное, больше нравится дизайн самой упаковки этой палетки, чем сама палетка, ее качество. Но знаете, как я уговорила себя купить ее, я давно не покупала ничего от Urban Decay, и вот они вышли с этой красивой палеткой. Мне, в принципе, эта цветовая гамма очень-очень близка. Упаковка, естественно, это то, что меня все-таки сподвигло это сделать. В общем, я не могу сказать, что здесь какие-то уникальные шиммер и матовые, которых мы не видели никогда. Я, конечно, не знаю, может кому-то нравится такая формула. Она неплохая, опять же, но просто я не знаю, когда я пользуюсь этой палеткой, у меня нет желания, знаете, творить, создавать какие-то классные, интересные образы. Хотя, мне кажется, эта палетка вообще будет идеальна на каждый день, чтобы использовать прям для ежедневного макияжа, почему нет. Шиммеры здесь неплохие, так же, как и матовые, но просто немножко, наверное, не моя история. Будет интересно, если кому-то прям очень-очень понравилась и зашла эта палетка, дайте мне знать. И эту палетку я все-таки, наверное, оставляю пока, потому что она достаточно новая. По-моему, сегодня я использовала эту палетку. А, нет, это другая палетка, которую я получала в Ипси, бренд называется Ace Beauty. Я знаю, что, по-моему, этот бренд продается в Sephora, если не ошибаюсь. Я пока еще не пробовала эту палетку, но я точно знаю, что вроде бы качество у этого бренда, оно огонь. Давайте посвочи, например, вот этот шиммер. Мне очень хочется это сделать. Вау, вот это пигмент. Круто. Я думаю, что мне понравятся определенно вот эти шиммеры. Блеск и сияние. Очень-очень круто. Не могу сказать, что это прям моя гамма 100%, хотя, может быть, и даже, да. Но красный оттенок определенно. Красные тени это то, что я очень редко использую. А вот эти оттенки, да. Определенно оставляю, потому что я только недавно ее получила. И даже пока не успела ее попробовать и поиграться с нею. Дальше у меня две палетки от Too Faced. Cinnamon Swirl и Pumpkin Spice. И обе эти палетки я обожаю. Мне очень нравится цветовая гамма. Наверное, все-таки прошлогодние палетки гораздо больше, чем этой свежей палетки этого года. Я не знаю, одна ли я такая, кто думает, что гамма прошлогодней палетки, вот этой вот, она как-то лучше сделана, продуманнее, что ли, чем этого года гамма. Пигмент, огонь в этих палетках. Так же, как и шиммеры. Но шиммеры, не сказать, что это, знаете, там, Пэт МакГрад или какие-то инди бренды. Но они хороши. И вот так выглядит палетка этого года. Мне кажется, мой самый любимый шиммер. Будут посветлее вот эти шиммеры. Давайте посмотрим на этот шиммер, очень интересно. Кстати, если вы видите вот эти вот царапки, это мой кот. Он меня иногда царапает, когда мы играемся. И потом это все заживает. В общем, так смотрится не очень. В общем, эти палетки мы оставляем. Определенно. Мне не нравятся. Они, кстати, еще вкусно пахнут. Это палетка от Seat London. Я получала ее, по-моему, в Ipsy или Boxy Charm. По-моему, я хотела эту палетку расхламить достаточно давно уже. Но я все никак не могу это сделать. Я не знаю, почему вообще. Мне лично нравится очень цветовая гамма этой палетки. Я считаю, она просто идеальна на каждый день. И, возможно, даже я ее кому-то подарю. Потому что лично для меня, как бы, бренд Seat, это не что-то прям вау. Я знаю, что у меня есть в моих и других палетках такая же цветовая гамма, такие же коричневые. Я не знаю. Может быть, я даже хочу попробовать ее. Ну, слушайте, качество, по-моему, очень даже неплохое. Когда я смотрю на дизайн палетки, я понимаю, что я хочу от нее избавиться. Но когда я открываю ее, я понимаю, что вау, мне очень даже нравятся коричневые цвета здесь, нюдовые в этой палетке. Поэтому это maybe, это может быть, я ее оставлю, может, я ее расхламлю. Далее у меня есть парочка палеток от Шеллоу Тилбери. Так, у меня три палетки от Шеллоу Тилбери. Почему-то я думала... Да, все правильно. Одна из них это Fire Rose. Очень нравится. Я не так часто покупаю запуски Шеллоу Тилбери, новые, но я не смогла пройти мимо этого, потому что я вроде бы слышала, что у Шеллоу Тилбери именно в этом запуске, в этой палетке, какая-то супер-классная формула. И я не пожалела, что я купила. Здесь, в этой палетке, самое здоровское, это шиммеры. Они здесь какие-то вообще нереальные, особенно, по-моему, самые блестящие мне нравятся. Знаете, они могут не так свочиться, прям вау, но когда вы наносите их на глаза, вы понимаете, в чем прикол этой палетки, почему она настолько стала популярной и вот недоступной. Супер хорошая палетка, очень хорошее качество. Я очень рада, что я купила ее. И я очень надеюсь, что Шеллоу Тилбери в скором времени опять ее принесет на свой веб-сайт, и многие смогут ее купить, потому что это очень-очень классная формула. Я даже не ожидала для себя, что я куплю что-то, что потом окажется нельзя достать. Ее мы оставляем, естественно, в эту палетку, да. Дальше это, естественно, палетка Pillow Talk от Шеллоу Тилбери. Я покупала ее на Cult Beauty, чтобы получить этот goodie bag. И я очень рада, что я наконец-то купила ее, потому что это самая базовая, самая хорошая палетка на каждый день для ежедневного макияжа. Мне очень нравится цветовая гамма этой палетки. Я считаю, она просто идеальна. Лучше не найти. Наверное, эти оттенки даже сложно будет увидеть, мне кажется, на моих руках. Они не очень хорошо свочатся, но они очень хорошо смотрятся на глазах. Все эти оттенки, особенно этот Sparkle. Посмотрите на это сияние. Красота. В общем, это мы оставляем тоже. Мы любим Шеллоу Тилбери. И это палетка, которую я получала в мистери боксе у Шеллоу Тилбери в прошлом году. И не могу сказать, что эта палетка моя самая любимая. Прям не совсем. Называется она Walk of No Shame. Я пробовала делать с ней макияж. Я не могу сказать, что когда я использовала этот красный, как оттенок для затемнения, я получила прям самый лучший макияж в своей жизни. Я не думаю, что прям очень красные тени они мне идут. Но качество оно нормально. Оно хорошее. Я думаю, что, естественно, палетка Pillow Talk и Fire Rose нравится мне чуть больше. Но как бы для коллекции мне нравится, чтобы она у меня была. Почему нет? Оставляем это. Это моя единственная палетка от Viseart. Я получала это в Ипси. Видите, Ипси. Постоянно все получаю в Ипси. Все палетки эти. На самом деле, я бы никогда не купила, допустим, этот бренд для себя или Ace Beauty. То есть, это реально классно. Построить свою коллекцию, когда ты подписана на Ипси. Самое лучшее. Получать палетки. При этом не платить полную цену за них. Правильно же? Эта палетка очень мило смотрится. Я не знаю, если это прям моя самая любимая цветовая гамма. Но я попробую эту палетку. Очень милая такая маленькая палеточка. Я прям, не знаю. Жалко будет использовать. Может, я кому-то и передарю. Дайте мне знать, ребят, если вы пробовали эту палетку, понравилась ли она вам или нет. Раз уж мы заговорили о Charlotte Tilbury, я хочу показать вам эту палетку. Instant Eye Palette. Это моя первая большая палетка от Charlotte Tilbury. И это красивая цветовая гамма, да. Я бы, наверное, все-таки, не знаю, почему я говорю так, но мне бы хотелось здесь увидеть больше нюдовых каких-то коричневых оттенков. Да, здесь есть вот этот оттенок. Очень красивые трио Power Eyes. Но я не могу сказать, что это та палетка, которой я постоянно тянусь. Поскольку, если я делаю макияж днем, когда я дома, то я все-таки хочу использовать какие-то более естественные цвета. Я скажу так, что вот, наверное, эти четыре или пять оттенков, это те оттенки, которые я буду использовать или использую часто, когда пользуюсь этой палеткой. Я думаю, что именно эта палетка, она, знаете, хороша для какого-то события. Типа, ты идешь на день рождения, в клуб, и тебе хочется каких-то забавных цветов интересных, то эта палетка будет... Вау! Посмотрите на этот пигмент. Ммм, прикольненько. Посмотрите, как красиво эти тени свочатся. Ну-ка. А этот оттенок я, по-моему, еще ни разу не пробовала. Прикольно смотрится. Хорошая палетка, просто я думаю, что мне понравится пилоток, большая такая же палетка. Та цветовая гамма, это определенно то, чем я буду больше пользоваться. Окей, я точно помню, что в прошлом на схламлении я сказала, что я хочу избавиться от этой палетки, и многие из вас сказали, что да нет, Юля, зачем ты сохранил эту палетку, и что, что она разбита. Зато ты можешь использовать ее как Project Pen. Это хорошая идея ее оставить, потому что с этой палеткой у меня много воспоминаний. Я купила ее, когда я провела здесь свой первый Новый год. Я купила эту палетку именно тогда, когда я еще даже не знала ничего о косметике и макияже, и я ее использовала прям очень-очень часто. Каждый день, да, насколько можно видеть, я все использовала шиммер. И мне очень, кстати, понравились вот эти матовые оттенки, особенно этот и этот, прям one love, честно. Я оставляю эту палетку чисто ради воспоминаний, потому что, ну, выкидывать ее как бы, я не знаю, я не хочу, пока я не готова, поэтому я ее оставлю, да. Дальше. У меня здесь есть три палетки Makeup by Mario. Честно, я использую только палетку, знаете, какую, в которой все нюдовые оттенки нет. Не вот эта сверкающая, сияющая. Эта палетка моя номер один. Я использую эту палетку, когда я не знаю, что я хочу сделать на глазах, какой макияж хочу сделать, или я не знаю, какой оттенок коричневого я хочу взять из какой палетки. Я просто беру эту палетку и понимаю, что, ага, я хочу сегодня, чтобы мой макияж был, допустим, в такой гамме, да, и это для затемнения оттенок. Ну, то есть, здесь большой выбор коричневых оттенков на любой, вообще, случай жизни, на любой вкус. Она хорошая для ежедневного использования. Это мы оставляем, естественно, но эти палетки я храню уже постольку и поскольку, знаете, никогда не бывает лишней в коллекции палетка с вот такими шиммерами. Они неплохие, знаете, они, как бы, да, они хорошие. Они реально хорошие по качеству и мне нравится, опять же, что у меня есть выбор. Я люблю, когда у меня есть в моей коллекции выбор палеток, да. И эта палетка с такими прям, ух, разнообразными шиммерами, которые очень-очень мягкие. Посмотрите на этот пигментище, вау. Ну, здорово же. Поэтому это мы оставляем 100%. Ты же говорила, что сегодня будет в основном коллекция, а не расхламление. Это палеточка от бренда, которая называется Illuminati. Я получала это в Ипси. И я долгое время думала, что я хочу расхламить, это кому-то подарить. Но потом я посмотрела на цветовую гамму. Я поняла, что эта палетка похожа на мини-палетку от Colourpop. Она идеальна, на самом деле, если подумать об этом. Здесь есть светлый оттенок, темный оттенок и два шиммера. Просто и здорово. Сразу понятно, где какие оттенки нужно использовать. Шиммер здесь, кстати, я не пробовала их. О, это глиттер. Это не шиммер, это как, знаете, мелкие такие склеенные сияющие частички. Вот. Прикольно, я не знаю. Это хорошая палетка, мне так кажется. Свочи? Свочи тоже очень хорошие. Я думаю, что я хочу оставить. Она такая милая и не занимает много места. Здорово же. Естественно, палетку Teddy Bear Autofaced я хочу оставить. Мне нравится формула. Мне нравится, как она смотрится. Некоторые свочи. Я делала этой палеткой макияж чуть ли не каждый день. Настолько мне понравилась формула. И вообще здесь есть, опять же, оттенки на все случаи жизни. Эту палетку я люблю использовать, знаете, с другой палеткой, в которой есть гораздо более такие вау-шиммеры. Например, я могу использовать эту палетку. И, например, палетку от Huda Beauty. Которую мы тоже перейдем скоро. Поэтому, да, это хорошая палетка. Она очень мило смотрится. Я знаю, что я видела, многие блогеры от нее избавляются. Не знаю. Я считаю, что эта палетка хороша. Эта палетка от Tom Ford. Я покупала ее в прошлом году. Если вам интересно, номер этой палетки 04 First Frost. Это был Limited Edition. Лимитированная палетка. Ее уже нельзя достать нигде, я так понимаю. Эта палетка, она, знаете, больше о естественности, естественном макияже и так далее. Но иногда я понимаю, что мне нужно что-то еще в моем макияже глаз, чтобы я увидела ту самую, я не знаю, плотность этих оттенков. Потому что они очень-очень тонкие и вуальные. Почти нет ничего такого вау об этой палетке, кроме, наверное, дизайна для меня. Я уверена, что у Tom Ford есть гораздо лучшие палетки по качеству теней. В общем, поэтому, да, это красивая палетка. Я ее оставляю, потому что мне нравится дизайн. Он так смотрится изящный. И это, кстати, единственная палетка Tom Ford, которая у меня есть в моей коллекции. Поэтому я это оставляю. Далее, давайте перейдем к палеткам от Rare Beauty. У меня, по-моему, их две или три. Если я не ошибаюсь, в прошлом году я расхламляла палетку с более такой кислотной цветовой гаммой. Эту палетку я оставила. Не могу сказать, что это прямо моя самая-самая любимая цветовая гамма. Для коллекции, да, это хорошая палетка. Посмотрите на этот оттенок. Вау. Симпатично смотрится очень. Мне нравится определенно эта цветовая гамма палетки, чем вторая палетка у Телена Гомы с большим количеством зеленых цветов в ней. Это реально хорошая шиммерная палетка. Я давно ее не пользовалась, поэтому я забыла, как вообще цвета здесь, как оттенки передаются, как они смотрятся на глазах. Ну, в принципе, все хорошо очень смотрится на моей руке. Это самое главное. И я считаю, за ту цену, которую она стоит, а это вроде бы 27 или 30 долларов, это хорошее качество. Нужно будет определенно воспользоваться ею. И следующая палетка от Hair Beauty, это, по-моему, их самый первый запуск. И палетка называется это True to Myself. У них вышла палетка в другой цветовой гамме, которая, на самом деле, если честно, выглядит точно так же почти, как и эта палетка. Давайте я скажу пару слов об этой палетке. И я изначально не поняла эту палетку, текстуру многих теней из этой палетки, например, вот этот серединный оттенок, да. Но изначально я подумала, что вообще за даже не склеенный глиттер, вот такие ощущения у вас есть, когда вы дотрагиваетесь до этого оттенка. Но на самом деле я использовала эту палетку на новогоднюю ночь. Я использовала клей для глиттера, и я была в восторге от того, как смотрится красиво этот глиттерный оттенок. Я знаю, что многие ненавидят глиттер, но я лично поняла, что мне глиттер нравится, особенно, когда ты хочешь сделать акцент на глазах. Насчет других оттенков, касаемо других оттенков, они неплохие. Они неплохие, да, правда. За ту цену, опять же, сколько она стоит, 25 долларов, это неплохое качество. Но я точно помню, что немногие были восхищены и вообще говорили, вау, какая классная палетка. А все потому, что здесь очень странный дизайн рефилов, это как полумесяцы, и очень сложно бывает достать кисточкой из этого полумесячного рефила. Да, это милая палетка, и я оставлю ее, знаете, почему? Из-за вот этого золотистого глиттера. Мне он реально понравился. Определенно буду делать еще много макияжа с этим глиттером. Настолько он классно смотрится на глазах, особенно, если у вас карие глаза. Давайте посмотрим на эту палетку от Venus, Venus 3, бренда Lime Crime. Кстати, ребят, вы смотрели видео Smokey Glow и ее расследование о бренде Lime Crime. Я была в шоке от того, что она сказала об этом бренде. Я вообще не знала, что этот бренд был на самом деле основан русской девушкой. Да, очень интересное видео, кстати, советую посмотреть. Итак, эту палетку я использовала, по-моему, один раз на днях. И я не могу сказать, что мне понравилось, как смотрятся на мне вот эти розоватые оттенки, особенно, когда я добавила этот оттенок в складку века. Я хотела бы еще определенно попользоваться ей, может быть, два раза, чтобы понять, что эта палетка для меня или не для меня. Потому что я не могу сказать, что мне очень-очень понравился лук, который у меня получился на глазах. Попробуем еще. Шиммеры здесь неплохие. Они не какие-то, знаете, о боже, какой там пигмент, какое сияние. Хорошие шиммеры. И поэтому я пока как бы не знаю, насколько мне нравится эта палетка или нет. Но этот розовый оттенок, он очень-очень красиво смотрится. Розовый оттенок здесь хорошо удался в этой палетке. Определенно такой настоящий, может, лиловый оттенок, да, я бы сказала, лиловый. Красиво. Я пока ее оставлю, но я точно не уверена, насколько я хочу ее оставить, эту палетку. Палетка Urban Decay Pagy, которая называется Stoned. Мне безумно нравится дизайн. Это безумно красиво. Я не могу сказать, что я очень часто ее пользуюсь. Это, знаете, та палетка, которую ты находишь у себя в ящике, и ты думаешь, о, я не пользовалась ей сто лет, дай-ка воспользуйтесь ей опять. Она хорошая, и мне нравятся, наверное, здесь, конечно, больше шиммеры, чем матовые. Матовые очень скучно здесь в этой палетке, как мне кажется. А вот шиммеры, они здесь, посмотрите на это. Ну-ка. Ну, это ж красиво смотрится. Многим она не понравилась. Кому-то эта палетка безумно понравилась, а кто-то плюется об этой палетке и расхламляет ее через буквально каких-то пару месяцев. Она реально неплохая. А этот синий оттенок. Я ее оставляю, потому что сейчас я даже посвочила, и я понимаю, что, вау, я давно ей не пользовалась, и нужно воспользоваться ей очень скоро. Причем посмотрите на эти вообще свочи. Красота же. Эта палетка у меня новая от бренда Роэн. Я получала это в Калт Бьюти, и я недавно только опять посмотрела на эту палетку и поняла, насколько эта палетка реально красива. Точно помню, что мне очень понравилось, как выглядит этот оттенок и этот люксово. Ну, красиво же. Я хочу это оставить и попробовать, может быть, на днях тоже. Лаура Геллер. Палетка от Лауры Геллер. Я получала это то ли в Боксичарм, когда я еще была подписана на Боксичарм, то ли в Ипси. И я точно помню, многие из вас говорили, что, типа, вот, это очень классная форма. Попробуй, Юля, эту палетку. Я, наверное, все-таки подарю это маме, потому что я думаю, я точно знаю, что маме понравится гораздо больше разнообразия оттенков в этой палетке и цвета, чем мне. Поэтому от этого мы избавимся. Это, можно сказать, достаточно новая коллекция от MAC. По-моему, они вышли с этой палеткой то ли осенью, то ли, по-моему, осенью. Это была осенняя коллекция, если не ошибаюсь, нет. Очень красивый дизайн рефилов. Мне безумно нравится, как красиво смотрятся вот эти тиснения на рефилах. Я не знаю, когда я использовала эту палетку в первый раз, мне она очень понравилась. Но чем больше я ее использую, тем больше понимаю для себя, что эта палетка создана просто, чтобы смотреть на нее и любоваться. Я не могу сказать, что мне нравятся матовые оттенки. Они достаточно странные по своей текстуре, типа, они не пудровые, они как будто бы кремово-пудровые. Я не знаю, может, я просто не привыкла к этой текстуре, но, наверное, в этой палетке мне нравятся больше всего именно шиммеры. Они реально красиво смотрятся, и они также приятны к прикосновению. А этот сиреневый, Sparkle, ммм, ну-ка. Я, наверное, была в большом, не наверное, точно, я была в большом восторге пробовать эту палетку от MAC, потому что я не так часто покупаю тени от этого бренда. Но не могу сказать, что эта палетка оправдала мои ожидания. Я скажу так, это не та палетка, к которой у меня тянутся руки, чтобы сделать с ней макияж. Но ради красоты упаковки я хочу это оставить просто для коллекции. Далее, палетка от Heimish, это мне присылали на обзор Style Cream. Эта палетка, она хороша, мне нравится гораздо больше из всех этих оттенков. Знаете, какой оттенок? Правильно, этот шиммер, потому что он какой-то нереальный. У него сумасшедший просто блеск. Он очень красиво смотрится на глазах. Иногда даже я, знаете, могу использовать просто какой-то один светлый оттенок. Например, вот этот матовый, и потом поверх шиммер, и вуаля, макияж готов. Очень-очень классный шиммер. Но этот, он самый лучший, вот честно. Хорошей палеткой, и я оставляю ее, наверное, именно из-за этого шиммера. Мне нравится, как он смотрится. Я очень надеюсь, что это видео не какое-то скучное для вас. Но я буду потрапливаться, чтобы не растягивать это видео, там, знаете, на час. Итак, давайте перейдем к колор-попу, наверное. Почему-то мне эта идея пришла в голову. Это палетка Dead Stop. Я покупала ее в Валти. Это не новая палетка ни разу. Она, наверное, уже вышла сколько там, года три назад. И я просто в восторге от этой палетки. Я обожаю делать макияжи с этой холодноватой цветовой гаммой. Мне очень нравится шиммер в этой палетке. Самый лучший шиммер этот. Он матовый, здесь тоже очень-очень классный. И определенно эта палетка напоминает очень сильно Наташу Динону и ее Глэм Палет. И вот так выглядят эти палетки бок о бок. Я не знаю, можно ли сказать, что колор-поп является дюпом Наташи Динона и Глэм Палет. Но в них есть какие-то сходства. Это факт. Особенно если посмотреть на вот этот оттенок и на этот оттенок. Вот этот оттенок и вот этот, например. То есть да, сходство есть и определенно я хочу ее оставить, потому что мне нравится иметь разнообразие и опции, когда дело касается теней. Далее палетка колор-поп Барби, Малибу Барби. Я покупала ее тоже недавно. Я делала обзор на эту палетку и мне нравится эта цветастая яркая палетка. Мне нравится использовать эту палетку в летнее время года, потому что здесь столько много классных цветастых оттенков. Я, кстати, не скажу, что матовые здесь прям, ну, классные-классные. Типа они чувствуются, знаете, как мел. Какие-то они меловые. То есть они как бы окей, но шиммеры здесь очень-очень классные. И вообще эта палетка вся сама по себе милая. Барби, она розовая. Я ее оставляю, потому что мне нравится дизайн этой палетки. И я люблю Барби тоже. Кто не любит Барби? Это палетка Garden Variety от Colourpop. Мне она очень нравится. Мне нравится вот этот оттенок. Мне очень нравятся оттенки, в которых есть блестки. Я знаю, что многим не нравится, но мне нравится. Почему-то это Татьяна. Короче, эта палетка остается. Мне нравится цветовая гамма. И это, наверное, одна из лучших палеток Colourpop, которые только у меня когда-либо были. Мне нравится эта коллекция Garden Variety. Далее палетка, которая называется Flutter by Colourpop. И это тоже очень красивая цветовая гамма. Мне безумно нравятся вот эти сиреневые или как лиловые оттеночки. В принципе, они пока... Не знаю, насколько они суховаты. Нет. Я бы сказала даже, что они очень хорошего качества. Этот оттенок мне нравится больше всех из этой палетки. Глиттер вообще безумно нравится тоже. Мне нравится. Какой-то он, знаете, стал сухой. Я оставляю это тоже. Эта палетка 100% у меня остается. Это более новая палетка от Colourpop. Их релиз Plush Like Me. Естественно, я делала тоже обзор на эту коллекцию. Когда я купила ее, мне казалось, что она уникальна. Прям очень сильно уникальна. Ну, конечно, упаковка здесь все-таки делает больше, наверное, чем цветовая гамма внутри этой палетки. Потому что эта палетка очень приятна к прикосновению. На ней есть бархат, что очень мило. Чем больше я смотрю на цветовую гамму этой палетки, тем больше я понимаю, что она достаточно скучная. Ну, то есть, как бы, она очень базовая. Не скучная, а базовая. Но я хочу оставить все равно эту палетку, потому что я только недавно, можно сказать, ее купила. Мне нравятся, на самом деле, скучные цветовые гаммы тоже иногда. Посмотрите, ну, качество, в принципе, очень даже хорошо просматривается. Нет? Пигментик. Я оставляю это. Это все три мои палетки от Huda Beauty, Huda Beauty Naughty. Я делала на это обзор, естественно. Мне очень нравится эта палетка. Обожаю шиммеры из этой палетки. Этот оттенок мне очень нравится. Безумно классная пигментация. Все оттенки здесь просто как на подбор. Я палетку эту и оставляю, естественно. Я помню, когда эта палетка вышла, все просто с ума сходили, все хотели эту палетку. Конечно же, этот оттенок, который называется у нас Slippery, просто свел всех с ума тоже, потому что он такой странный. Такой текстуры оттенков не было ни в одной палетке до этого. Вот теперь появилась. Эта палетка ретроградный Меркурий. Я получала это в адвент календаре в прошлом году от Huda Beauty. Безумно нравится эта палетка. В особенности, как можно видеть, вот эти два оттенка. Вот этот оттенок тоже. Мне кажется или нет, но эта палетка не выглядит использованной. Честно, я использовала матовые оттенки прошлым летом. И тем не менее, они выглядят как новые. Вообще, что происходит? Но я использовала эту палетку. Мне нравится, как эта палетка показывает себя. Я тоже обожаю этот оттенок, который выглядит как новый. Но я его использовала. Оттенок не было. Смотрите на этот пигмент. Вау. Оставляем это 100%. Более новая палетка Rose Quartz, на которой я тоже делала обзоры, естественно. В этой палетке я использую в основном вот эти цвета. И этот цвет иногда тоже. А что касается шиммеров, я люблю использовать вот этот шиммер больше всего. Ну, иногда этот и этот. Это реально красивая палетка. И по этой палетке тоже многие сходили с ума. Все хотели купить, как только она вышла. Я понимаю, почему. Это та палетка, с которой вы можете сделать макияж. Вот и в пир, и в мир. Настолько она многогранна. Многогранна. Я обожаю эту палетку. И я хочу использовать ее больше, определенно. Она у меня лежала в моем ящике. Я не забыла все мои мини-палетки от Huda Beauty. О, это самая новая палетка. Я даже о ней не рассказывала на своем канале. Посмотрим на серию Haze. Hockey Haze. Хорошая палетка. Мне нравятся, конечно же, гораздо больше шиммеры. Интересные, чем, наверное, матовые. Я оставляю все эти палетки, наверное. Ну, как бы, серьезно. Мне нравится, когда моя коллекция, она разнообразна. Знаете, это та палетка, которую я хочу использовать, когда у меня есть желание сделать макияж в такой зеленой гамме. Поэтому ее мы оставляем. Далее палетка Sand Haze. Эта палетка очень простая, но этим она, наверное, мне и нравится, что с ней можно сделать просто матовый оттенок и поверх нанести шиммер, и бум, макияж готов. Ну-ка, давайте посмотрим на качество шиммеров. Я точно помню, что не очень многим понравилось качество именно серии Haze. Я понимаю, почему здесь не очень прям такие вау-шиммеры супер-классного качества. Как бы они окей. Поэтому я понимаю, почему многие не были довольны этими палетками. Далее Purple Haze. По-моему, Purple Haze она была чуть получше. Да, здесь определенно мы видим гораздо больше пигмента. И, в общем-то, 100% это удалась палетка чуть получше, чем предыдущие две. Это моя самая новая покупка от Huda Beauty. Я не делала обзор на эту палетку, потому что, ну, я просто решила для себя ее купить. И я не знаю, я, когда смотрела обзоры, понимала, что да, это та палетка, которая 100% мне понравится. Но каждый раз, когда я ее использую, я понимаю, что для ежедневного естественного макияжа эта палетка too much для меня. То есть мне не нравится, что эта палетка, она прям такая, как, ну, типа, гранжевая. Когда я, допустим, куда-то пойду тусить, да, или там в ресторан, я, возможно, буду использовать эту палетку. Давайте посмотрим на свочи. Красивые оттенки, но они какие-то слишком как на выход. 100% оставляю эту палетку, потому что я точно знаю, что если я пойду куда-то гулять в ресторан или на ужин, я 100% буду использовать эту палетку. Последняя палетка, это палетка Nude Medium. Мы получали это в адрен календаре от Huda Beauty. И я эту палетку обожаю. Мне нравится эта теплая цветовая гамма, я использовала ее пару раз. И да, хорошее качество. Мне нравится этот нейтральный коричневый оттенок, розовый оттенок. Короче, это остается со мной. И вот так выглядит наш шиммер. Хорошо. Оставляем все эти палеточки. Другие три палетки. Это палетка Caramel Brown. Этот оттенок в палетке, он вообще никакой. Он даже не похож на тени. Очень странно сделанная именно карамельная палетка эта. А вот эта палетка Toffee мне нравится больше всего. Эта палетка, она напоминает мне, знаете, о летнем времени или вот осенне. Что-то вот такое. Так как в этой палетке желтый, это серединный основной оттенок, можно сказать. Очень забавно смотрится, мне нравится. О, этот шиммер вообще не очень. Очень он затвердел. Так получилось для меня, что когда я купила эти ее палетки Obsession, все такое, два раза, я поняла для себя, что мне не очень нравится китайская формула этих мини-девяток. Ну, девяток, палеток-девяток, потому что я знаю, скорее всего, шиммеры, они здесь не будут вау-качества, как в ее больших палетках, сделанных в Италии. Поэтому я так смотрю на отзывы, да, окей, ну, неплохие палетки, но как бы сто процентов, сто процентов, наверное, когда осенью, да, или весной худо выйдет с другой палеткой большой. И это то, что я буду покупать в будущем. А вот такие палетки, палетка Gold от Huda Beauty, она вышла на Call Beauty эксклюзивно. Очень прикольная палетка, я знаю, что я сказала, что, ой, типа, эта палетка не понравилась мне. И, возможно, я беру свои слова обратно, потому что здесь самое здоровское, это именно шиммеры, а не матовые. Шиммеры здесь прям классные. Особенно вот этот, ну-ка, яркий, желтый такой, вау. Это классная палетка, на самом деле, я что-то забыла, наверное, о том, насколько здесь классные шиммеры. Да, и, в принципе, даже, наверное, матовые здесь, они имеют смысл. Темненький, серединный и самый светлый, да. Наверное, я беру свои слова обратно, что эта палетка не очень. Это моя недавняя покупка от Glam Light, их палетка Chocolate Martini, шоколадные мартини. Безумно красивые шиммеры, нереальная формула шиммеров и также матовых оттенков теней. Мне нравится использовать эту палетку, хоть я ей... Я использовала ее, наверное, пару раз, и я точно знаю, что я хотела... Вау, посмотрите на этот пигмент, вау. Я точно помню, что я хотела сделать первые впечатления о косметике, которую я купила, но потом я как-то отодвинула это на другой план и забыла об этом, но вау. Это реально классная формула за те деньги, которые я заплатила за эту палетку. Это качество, наверное, даже лучше, чем, ну знаете, качество, например, допустим, палетки теней от Lime Crime. Качество теней, как правило, у Glam Light, оно суперское, поэтому я очень советую, если вы хотите купить что-то не очень дорогое, но чтобы у вас были тени вот такой пигментации. Это реально классная палетка, я ее оставляю. Далее палетка от Artist Couture Supreme Bronze. Я купила ее, потому что мне было интересно, что это вообще за бренд Artist Couture. И Artist Couture как вообще? Некоторые палетки, они прям хорошие, классные. Следующий запуск, он вообще не очень, там, допустим, матовый не растушевывается или шиммеры не очень. Эта палетка, она, она хороша. Изначально, когда я использовала ее, я влюбилась в оттенки и влюбилась в шиммеры, но потом, чем больше я ее использую, тем больше я понимаю, что шиммеры в этой палетке, они как никакие. Здесь нет никакого сияния, на двоечку, я бы сказала так. А матовые, ну как бы да, они неплохие. Вообще, смотрите, сравните вот эти шиммеры и пигментацию этих шиммеров. То есть, разница очевидна, но эта палетка, она дороже, чем палетка от Glam Light. То есть, я не советовала бы вам эту палетку, потому что она, она не очень. В следующий раз я определенно подумаю, хочу ли я покупать этот бренд еще раз. Вспомнила, этот шиммер, он, по-моему, наиболее классный. И то, не сравнится с шиммером и с палеткой от Glam Light. Я не думаю, что я бы купила еще раз эту палетку за полную ее цену. Но теперь пришло время поговорить о тенях от Наташи Динона. Мне кажется, что у меня гораздо больше теней именно от бренда Наташи Динона, потому что мне нравится этот бренд. И это был первый бренд, с которым я познакомилась, когда я только начала углубляться в косметику. Поэтому да, давайте посмотрим. Эта палетка одна из моих новинок, которую я недавно покупала. Называется она Glam Face Palette. И я ее обожаю. Мне нравится эта палетка. Мне нравится выбор матовых. Румяна не самые прям лучшие, потому что они, знаете, потом застывают. Приходится делать такие движения, чтобы они стали опять нормальными. Еще мне очень понравился хайлайтер. Он какой-то нереальный, нереальный блеск дает. Я бы сказала, что, конечно, он не сравним с Джеклин Хилл и моим любимым хайлайтером Ice, но, тем не менее, он смотрится сногсшибательно. Это классная палетка и это лимитированная коллекция. Если вам удалось купить эту палетку, вам тоже повезло, потому что за эту цену вроде бы 45 долларов она стоила или меньше. Это просто лучшее, что можно найти на бьюти рынке за такую цену. Плюс вы получаете такое классное качество. Это прям вау. Я охотилась за этой палеткой, кое-как я ее заказала, и я рада, что я это сделала. Палетка бронз, это классика. Это была моя первая палетка, на которой я сделала обзор когда-либо. Обожаю ее. Мне нравится, наверное, вот больше всего этот оттенок, который называется Silk. Супер классный оттенок. Вообще все оттенки в этой палетке, они просто идеальны. Я люблю нюдовые коричневые оттенки, поэтому эта палетка, она была и остается моей самой любимой палеткой из коллекции моей. Далее у нас Наташа Динона и ее палетка Glam Palette. Тоже одна из самых моих любимых палеток, когда я хочу сделать какой-нибудь холодный макияж глаз. Тени шикарные, мне кажется, до сих пор эта палетка, она в хорошем качестве, все тени такие же кремовые и хорошо тушуются. Супер классная палетка, особенно если вы обожаете холодные оттенки. Кстати, давно не пользовалась этой палеткой, нужно будет попробовать ее тоже в скором времени опять, потому что я, бывает как, достаю палетку какую-нибудь, которая мне понравилась, и я просто использую ее каждый день. Вот так вот получается. Это тоже новинка, можно сказать, от Наташи Диноны и ее Retro Palette, о которой многие говорили и многие сходили с ума по этой палетке. Настолько в ней просто идеальная цветовая гамма, идеальная для тех, кто любит сиреневые оттенки, розоватые оттенки. Это реально классная палетка, особенно здесь очень хорошо получились шиммеры розовые, они прям супер классно смотрятся. Хоть, наверное, сейчас не видно, ну-ка. Наверное, все-таки вам не очень видны эти переливы, но здесь классная формула, конечно же. И, что самое здоровское, эта палетка стоит, не стоит, вернее, как крыло самолета, как многие палетки Наташи Диноны. Поэтому это я оставляю 100%. Это, кстати, моя большая самая палетка от Наташи Диноны. Это был мой первый раз, когда я купила вот такую большую дорогодолларовую палетку от Наташи Диноны, которая стоила, по-моему, 125 долларов, если не ошибаюсь, или даже больше. Как вы думаете, сколько раз я использовала эту палетку? Когда я купила ее, я сделала пару макияжей, как бы, и все. Естественно, эта палетка такая дорогая, потому что здесь есть эти триохромы. Но на самом деле, на самом деле, я не думаю, что кому-то стоит тратить деньги на вот эти триохромы, если можно купить ее жидкие триохромы, которые в разы дешевле. Но просто они вам дадут гораздо больше пигмента, и вы будете удовлетворены тем, что вы увидите, чем если вы будете использовать вот эти тени из ее палетки. Эти триохромы не так смотрятся вау на глазах, как если вы будете использовать ее жидкие тени. Таким образом смотрятся ее триохромы из палетки за 100 с лишним долларов. И вот таким образом смотрятся свочи ее жидких теней, триохромных. Я думаю, что разница очевидна. 100% я думаю, это лучше для кошелька просто взять оттенок, который вам понравился из ее жидких триохромов, и просто использовать, чем покупать палетку за 100 с лишним долларов. Где вы знаете, допустим, как мне, я знаю, что я вряд ли буду использовать такие яркие кислотные оттенки, и тем более триохромы. Триохромы, как бы, да, поэтому что лучше, лучше берете, покупаете жидкий триохром, и все. И как бы вы знаете, что вы будете удовлетворены. В общем, это моя самая дорогая и самая большая палетка от Наташи Диноны. Другая палетка, которая называется Zendo Palette, это тоже не самая моя прям любимая палетка от Наташи Диноны. Не знаю, просто, наверное, цветовая гамма немножко не моя, однако она смотрится реально красиво, классно. Просто мне кажется, знаете что, здесь в этой палетке нет какой-то концепции. Здесь нет баланса в этой палетке. Когда я смотрю на эту палетку, у меня нет стойкого образа, что я хочу сделать на своих глазах. То есть, какой образ. Это очень хаотичная палетка, хаотичный выбор оттенков, поэтому я не так часто к ней возвращаюсь. Однако, сейчас я смотрю на эту палетку и понимаю, что мне нравится, например, коричневый оттенок, который у меня есть в других палетках. Красный оттенок этот очень уникален, как мне кажется. И, кстати, я не думаю, что также эта палетка стала прям какой-то номер один у других бьюти-блогеров. Но для коллекции, потому что мне нравится коллекционировать палетки Наташи Диноны, я ее оставлю, естественно. Дальше у меня в коллекции есть праздничный релиз от Наташи Диноны, мини-метрополис палетка. Большая палетка, по-моему, стоит каких-то нереальных денег, и поэтому она выпустила, как всегда, она выпускает мини-версию. Мне нравится в этой палетке больше именно шиммеры, а именно этот золотистый шиммер. Зеленый шиммер тоже здесь, он хороший, но это не та палетка, которую я, знаете, всегда хочу использовать. Я думаю, что именно золотистый шиммер сделал эту палетку. Посмотрите на этот пигмент, прям супер-супер красиво. Мне нравится, наверное, этот шиммер больше всего, наверное, потому что я все-таки не такая большая любитель зеленых оттенков, я не так часто ими пользуюсь, но когда есть настроение, то почему нет? Но я оставлю ее, потому что она маленькая, ее легко хранить, компактная, это здорово, с ней будет, кстати, очень классно путешествовать. Далее у меня есть много мини-палеток от Наташи Диноны. Я точно знаю, что эта палетка, она у меня очень долго уже в моей коллекции, я покупала ее еще до того, как, наверное, у меня был YouTube-канал. Это одна из самых идеальных палеток от Наташи Диноны, потому что здесь есть все те оттенки, которые помогут вам создать идеальный коричневый смокий айс. Как можно видеть, я очень увлеклась этим оттенком, он нереально красиво смотрится на веках, этот оттенок тоже мне очень-очень-очень нравится. Он не сравнится, конечно, с этим золотистым оттенком из нашей предыдущей палетки, но эта палетка, она красива, и что самое классное, эта палетка до сих пор работает хорошо, какие свотчи, ее я тоже оставляю. Эту палетку я получала в Боксичарм, это было Боксичарм эксклюзив, то есть это было эксклюзивно для Боксичарм, и я точно помню, что когда я делала раскламление в прошлом году, я сказала, что я хочу от нее избавиться, и вы сказали, что зачем избавляться от палетки, которую мы не можем получить, но если она тебе нравится, зачем тебе от нее избавляться, и я согласна. Но знаете, это та цветовая гамма, которую я точно знаю, я не буду использовать, потому что, например, я точно знаю, что примерно такие же цвета можно найти в палетке зэндо, вот, и у меня еще плюс ко всему есть мини-зэндо, то есть может быть, я от нее смогу избавиться, я точно не использовала ее даже в прошлом году, и я точно знаю, что я не буду использовать ее, поэтому от нее я могу избавиться, точно, 100% уже на этот раз. Естественно, я оставляю вот эти две мини-палетки, мини-зэндо и мини-лавпалет. Эту мини-лавпалет я получала вот две на календаре, и я хочу ее либо передарить, либо, я не знаю, продать, потому что я точно знаю, что мне не нужна вторая палетка, потому что у меня уже есть одна такая мини-лав. Это палетка от Эльф, я не знаю, что она здесь делает, я точно знаю, что это старая уже палетка, я не пользуюсь ей, и я хочу от нее избавиться. Мне кажется, даже я в прошлом году тоже говорю, да я от нее избавляюсь, я от нее избавляюсь, И что вы думаете, потом она попадается мне в руки, я понимаю, что, ну она же немного места занимает, я могу ее оставить, в итоге, да, в этот раз я от нее избавляюсь, точно, это у меня маленькие тени от Вестман Ательер, мы получали это в адвент календаре, я использовала их на днях, и я не знаю, я не вижу такого прям вау-качества, то есть сейчас я свочу, да, все классно смотрится, но когда я использовала кисть, я даже использовала палец, я не увидела никакого пигмента на своих глазах, я не знаю, что это, Может эти тени, они как подсохли, но выглядят они красиво и хорошо, да, я оставлю эти тени, потому что мне нравится упаковка, она так смотрится лакшери, лакшери стайл, мне прислали эти тени вместе с другими, другой косметикой стайл Кориен, и это красивый оттенок теней, просто я хочу использовать их, наверное, больше, я забыла о них, если честно, мне нравится, как они смотрятся, мне нравится упаковка, я хочу это оставить Далее мои однушки теней, давайте посмотрим на свочи, насколько они еще вообще хорошо показываются Эту коллекцию, кстати, можно было увидеть в скидочном магазине косметики, типа я покупала эти тени, там, знаете, за, может быть, 25 долларов, и в скидочном магазине они уже были там по 10 долларов, так обидно, что... Вот опять же, ты покупаешь за полную цену, что это потом бах, ты это видишь в TJ Maxx или где-то еще Симпатичные оттенки Но это кремовые тени от Chalot Tilbury в оттенке, который называется Sunset Rose, по-моему, я покупала их вместе с палеткой, ну, что-то там, Rose Я не такой обращу любителей, если честно, к кремовых теней, потому что я, наверное, не привыкла к ним, я забываю всегда о существовании таких теней в своей коллекции В общем, пока это остается, нам осталось совсем немного, ребят, надеюсь, вы еще со мной, надеюсь, вы не заскучали Сейчас давайте я покажу вам еще больше своих жидких теней, надеюсь, это будет интересно, я быстро пройдусь по ним Это жидкие тени от Elf, которые я покупала на обзор, и насколько эти тени вообще еще нормальные Посмотрите на то, как они красиво смотрятся, реально, тени стоят, по-моему, 5 долларов, а качество не хуже, чем у любых люксовых брендов, на самом деле Это жидкие тени, опять же, от Ila Maska, тоже сияющий, вау Посмотрите, как они красиво переливаются, ну, супер же Нужно будет больше использовать, я забываю постоянно об этих А жидкие тени от Hode Beauty я получала это в адвент-календаре, и насколько эти тени еще... Замечательные, замечательное качество, ничего не высохло Кстати, это реально классное дуо, потому что не нужно думать о том, какие сияющие тени использовать, с чем Замечательно, я бы даже, наверное, купила эти тени в других оттенках, допустим, в... Коричневатом оттенке, красиво очень смотрятся они, конечно же Это Huda Beauty Жидкие тени от Rare Beauty в оттенке Nearly Neutral Тоже замечательное качество, как новые почти Красивый цвет, кстати И последние жидкие тени я получала их в, по-моему, Ipsy Я немножко в шоке была, когда увидела, насколько красиво они свочатся тоже, посмотрите Но они больше как такие металлические Очень хороший оттенок для коллекции, и этот бренд называется Appeal Также у меня еще есть однушки теней от MAC, я получала их в адвент-календаре Черный оттенок однушки, просто самый базовый и хороший оттенок для того, чтобы создать подводку Не используя... не используя жидкую подводку И это просто, знаете, такие обычные базовые оттенки В общем, чтобы создать, опять же, какой-нибудь простой образ Или делаю туториал, например Тоже оставляем Так, и давайте, естественно, я оставляю палетки Pat McGrath Это, по-моему, была моя первая палетка, которую я покупала от Pat вообще Называется она Divine Rose 2 Это очень красивая палетка Меня гораздо больше впечатлили, конечно, вот эти оттенки Как называется? Special Shades Я использую их как топпер для своих обычных теней Всегда эти топперы делают образ прям каким-то законченным, что ли Очень-очень красиво, все это смотрится Очень нравится этот оттенок Один из самых красивых в этой палетке Ну, а все остальные это обычные, такие как шиммеры Хочется, чтобы все-таки Pat использовала больше Special Shades Или сделала палетку со Special Shades, чисто Мне кажется, из-за этого люди покупают палетки Pat именно за Special Shades И эта палетка более новая, Utopian Dream Тоже красивая палетка, но у меня такое ощущение, что все-таки я больше Испытываю симпатии к этой Divine Rose 2 в лимитированной упаковке Хороша, но такое ощущение, что Special Shades в предыдущей палетке Мне нравится чуть больше Такое ощущение, что Special Shades в этой палетке не такие прям пигментированные Не такие, чтобы сказать вау, я не знаю Но эта палетка, она тоже прикольна и хороша А эта у нас Duochrome Не знаю, видно ли вам или нет Давайте еще раз себе посвочу здесь Естественно, это все я оставляю Я не расхламляю это Следующая палетка от Pat, это ее праздничный релиз Мой первый раз в покупке ее праздничного релиза Не могу сказать, что я прям ей пользуюсь, знаете, каждый день На самом деле, очень жаль, что здесь нет каких-то прям интересных оттенков Я имею в виду Special Shades Этот оттенок, он вообще какой-то магический просто Посмотрите на это За ту цену эта палетка стоила, по-моему, 60 долларов или что-то вроде того Вы получаете реально хорошее качество и разнообразие оттенков Я даже не буду ее свочить, потому что здесь много оттенков Я вижу еще одну палетку от Наташи Диноны Я потеряла, кстати, ее Палетка называется Mini Zenon Palette И я делала на нее обзор, естественно Опять же, это не та палетка, к которой у меня всегда тянутся руки Нет Но если мне понадобится, например, вот какой-нибудь интересный оттенок Который уходит в серебро Я буду использовать эту палетку И этот оттенок шиммера, кстати говоря, уходит в синевую Я только сейчас это заметила, если честно Посмотрите, ну, красота В общем, если вы знаете, вы знаете Эта палетка, это просто классика для тех, кто хочет создать настоящий смок-яйс Далее, это вот те палетки, которые у меня, как правило, находятся в конце самого ящика То есть, как бы, я не вижу их То есть, я знаю, что они там, но они, получается, не попадаются мне в глаза Как все другие палетки, которые я показала вам ранее Эта палетка от Purr в коллаборации с Barbie Блин, я не использую эту палетку так часто Зачем я хочу ее сохранить? Я не знаю, почему Может, потому что эта палетка Barbie И, как бы, мне нравится эстетика упаковки Мне нравится, как эта палетка выглядит Не могу сказать, что это прям самая лучшая палетка Когда дело касается ее использования Но я считаю, что эта палетка просто хороша чисто для коллекции Вот я знаю, что я, возможно, там буду редко ей пользоваться Но почему-то мне кажется, что бренд Colourpop Он, Colourpop Бренд Purr, он может даже скоро, не знаю, обанкротиться Так же, как и BH Cosmetics И, если это произойдет, у меня будет что-то, о чем вспомнить А именно, их милая коллекция Purr Barbie У меня же есть палетка еще Colourpop Barbie Это прикольно, мне нравится коллекционировать палетки В коллаборациях с Barbie, получается, да? Вот Эта палетка Эта палетка от Elf Retro Paradise Это была одной из первых палеток На которой я сделала обзор на своем канале Когда только начинала Я не могу от нее избавиться Каждый раз я смотрю на нее Я понимаю, что здесь есть оттенки Которые я реально буду использовать Я даже сегодня хотела использовать ее Но потом я, когда открыла свой ящик, я не нашла ее И поэтому я использовала сегодня палетку другую Которую я, кстати, не показала вам Я покажу чуть позже ее Но, в общем, эта палетка, она идеальна, мне кажется Потому что в ней есть как всеми любимая нюдовая коричневая гамма Да, так и что-то яркое Мне нравится это Вот, допустим, золотистый шиммер здесь Прикольный Очень хорошо сводчится Этот шиммер тоже Ммм, он как шиммер хлопья И за, по-моему, 10 долларов, которые я за нее заплатила Это очень хорошее качество Этот шиммер мне тоже нравится очень сильно, кстати Называется он Paraiso Больше как шиммер-хлопья В общем, да, эту палетку я хочу оставить Мне она нравится У меня есть немного воспоминаний Это мини-палетка у Джеффри Стар А получается, Джеффри Стар, он присылал всем замену палетки Именно этой, как оказалось, палетка, которую он выпустил в его коллекции Той самой Вот, она была плохого качества То есть там шиммеры все были никакими И вот он присылал замену Ощущение, что, опять же, не все шиммеры здесь в этой палетке хорошие Окей Я определенно хочу подумать над этой палеткой Далее, эта палетка от E-State в коллаборации с Bally Sarian Я обожаю Bally Sarian, я смотрю ее каждую неделю, каждый понедельник Потому что It's Monday, which means it's murder, mystery and makeup Я храню эту палетку, потому что мне нравится творчество Bally Sarian И я не хочу от нее избавляться именно по этой причине Эта палетка от Lunar Beauty, Eternal Eclipse Мне она нравится, в особенности этот оттенок Он, мне кажется, самый классный в этой палетке Да, это прям какой-то нереальный пигмент Хорошая палетка, и я о ней, кстати, забыла Этот оттенок я что, не пробовала ни разу, что ли? Прикольная палетка и очень хорошее качество Я ее сохраняю, определенно Я только что обнаружила эту палетку Morphe Maddie Ziegler Я, по-моему, расхламляла ее в прошлом году Мне так стыдно Столько воспоминаний Представим, что вы этого не видели Ну, серьезно, я ее хочу, наверное, оставить как воспоминание Потому что я ее не пользуюсь вообще ни разу Эта палетка от Iconic London Я получала... Эта палетка в адвен календаре И она пришла ко мне разбитая И, знаете, что? Эта палетка, она мне нравится Когда я ее использую, у меня всегда получается очень классный лук Качество, оно хорошее И, в общем, да, мне нравится эта палетка Когда я вспоминаю о ней, я достаю Я понимаю, что, вау, мне нравится она И я хочу ее использовать Как-то так получается Не знаю даже, блин Какой же оттенок я хочу посмотреть? Вот этот оттенок, например В общем, как можно видеть, мне очень сложно расставаться с моими палетками Капец Эта палетка в коллаборации Beauty Bay с Niki Tutorials Я ее оставляю, потому что мне нравится, насколько эта палетка яркая Тем не менее, в ней есть что-то уютное Я знаю, что я могу использовать вот эти три оттенка И, думаю, у меня будет супер-классный образ Хоть я и не слежу за творчеством Niki Tutorials Мне кажется, это классно, чтобы у меня была эта палетка в моей коллекции Я не знаю, почему Синий оттенок такой прям пастельный Вау Ну-ка Давайте еще раз посмотрим на свочи Очень забавная палетка Очень интересные и классные здесь оттенки в ней И, мне кажется, почти последняя палетка, которую я хотела показать вам Это та самая палетка от Джеффри Я оставляю, потому что мне нравится разнообразие этих 50 оттенков коричневого 50 недовых оттенков В общем, мне нравится это разнообразие И это также одна из моих первых палеток На которую я делала обзор Когда только начинала свой YouTube-канал Как бы, да, она не занимает много места Поэтому ее мы оставляем И последняя палетка в этом видео Это палетка от HipDot Я ее сегодня, кстати, использовала И, о боже, я была просто в шоке от пигментации матовых оттенков Это реально шок Потому что я ни разу не пробовала этот бренд Оттенки супер-классно показываются на веках Очень пигментированный и плюс ко всему Это все очень и очень легко растушевывается Я получала эту палетку, кстати, в Ипси Могу сказать, что шиммеры в этой палетке Какие-то самые здоровские, классные Но вот именно матовые Они мне очень-очень понравились Посмотрите на эти тиснения на этой палетке Здоровская палетка HipDot, как она называется Witchy Worms То есть это теплая палетка, понятное дело И последнее, что я нашла в своей коллекции Это вот такая однушка от Colourpop У меня еще есть их однушка Супер-шок теней В более светлом оттенке Мне нравится работать с тенями Супер-шок Я иногда использую их, когда хочу сделать просто Простой макияж глаз Наношу тени на все веко И вуаля, образ готов Немножко подводки и все И как бы они реально классно смотрятся И очень комфортно носят в течение сегодня так же Я точно знала, что я что-то дозабыла В общем, это такая башня от Morphe 2 Тенок называется Pink Please У нас есть тени, румяна Блеск для губ И также хайлайтер Такой вот консистенции Он не такой липкий, но липкость, конечно, чувствуется Имеется Я долго не могла понять Нравится ли мне концепт такой И я купила это по рекомендации Какого-то блогера Вот И мое сожаление Это то, что я купила Такой розовый оттенок Если бы я, наверное, купила Коричневый оттенок Или, ну да, коричневый оттенок, например Это смотрелось бы лучше на мне И я бы больше этим пользовалась Ну а так Я пока пытаюсь создавать образы С вот этой штукой Может даже в следующем расхламлении Я от этого избавлюсь И, в общем, да, ребят, теперь давайте просто рассортируем все тени Я сложу их обратно в свой ящик Но перед этим я покажу вам От чего я все-таки решила избавиться И это то, чего я все-таки решила избавиться Вот эти две палетки теней Я знаю, что это странно Но, да, вот такой я человек Мне бывает сложно избавляться от моих палеток теней Потому что это, как, знаете, мои детки Теперь давайте просто все это положим обратно в мой ящик с тенями Субтитры сделал DimaTorzok Вот таким образом выглядит мой ящик с тенями Мне кажется, он выглядит получше, чем в начале Мне кажется, это видно невороженным глазом Что произошла организация этого ящика Как-то сейчас все гораздо более аккуратно смотрится Тем более я положила палетки, которые я меньше использую, вот туда И таким образом, когда я открываю этот ящик Я вижу палетки, которые я с большой вероятностью буду использовать И, в общем, я буду их использовать чаще Потому что сейчас я все вижу лучше, чем до этого И получилось, что это, наверное, то, от чего я хочу избавиться Над этой палеткой я еще пока думаю Я не уверена на все 100% хочу ли я от нее избавляться или нет Я не знаю, я подумаю Блин, это так смешно, но в первый раз за все время существования моего канала Я пересчитала свои палетки И получилось, что у меня 72 палетки теней И 13 однушек И жидкие тени в это тоже число 13 входят Учитывая, что я покупала почти каждый релиз с момента, когда я начала увлекаться косметикой И постить видео на ютюбе За два года 72 палетки неплохо Если бы у меня было там 200 палеток, как бы, да, это было бы немножко too much Кстати говоря, очень важный момент Я хотела показать, что вообще мы расхламили за эти 4 части видео Сейчас я покажу вам корзинку, в которую я положила все то, что я расхламила Это все то, от чего я решила избавиться Сюда идет эта палетка Ну, как бы это я передарю, но все-таки В общем, не сказала, но я решила избавиться Реально выбросить этот спрей, я получала его в Ипси Это спрей для закрепления макияжа И я вчера им попшикалась, и у меня жутко начал чесаться нос Прям ниоткуда Подумала, что может это спрей Потому что я ни разу не испытывала такого странного ощущения После использования любого спрея, не только этого Я подумала, что он уже все, того нужно от него избавляться Этот спрей от Colourpop, я его случайно нашла в ящике Он был спрятан, он как бы уже все Срок годности подошел к концу Все то, о чем я говорила Мне кажется, это очень даже неплохой результат А вы, ребят, как думаете? В общем, я хочу показать вам организованное пространство Вот так, я, кстати, вчера полностью сделала реорганизацию этого пространства Этого ящика И сейчас я думаю, что все выглядит гораздо лучше То есть у меня там блески от Fenty У меня здесь мои блески Здесь помады, которые не помещаются, например, сюда Карандаши И там у меня находится все почти Maybelline Жидкие помады и также помады в стике Вот Коллекция моя румяна Все выглядит, мне кажется, так же Да, я думаю, что все норм Моя коллекция хайлайтеров Этот ящик у меня не очень хорошо открывается В общем, так вот все выглядит Тушные ресницы и спрей Смотрите, как у меня поредел мой ящик со спреями Тональные основы Я определенно вижу, что у меня не очень много тонов, тональных основ В моей коллекции нужно закупиться чем-то хорошим И это все Мы это сделали Ура! Поэтому, да, ребят, я надеюсь, что это видео вам понравилось Честно, чтобы вы понимали Я начала снимать это видео где-то в часа 4 дня Ну, где-то 3.30 окей было Сейчас у нас 6.47 То есть Даже такое небольшое расхламление Оно занимает, ну, порядка 3 часов Я сделала это Я рада, потому что я откладывала Я думаю, ну, сделаю это завтра Завтра пятница И как бы обычно в пятницу я не очень прям такая продуктивная Я очень рада Я очень горда собой, что я все-таки это сделала сегодня Надеюсь, что это видео вам понравится И да, ребят, я желаю вам прекрасного дня Хорошего настроения И я увижусь с вами в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok